Первое правило, которое вы должны запомнить. Любое оружие считается заряженным. Об основных правилах при обращении с оружием ученикам 11 класса Дмитровской школы номер 8 рассказывает Игорь Чистяков. Учитель ОБЖ в прошлом, а ныне учитель основ безопасности и защиты Родины. Такой предмет начали преподавать во всех школах России с началом нового учебного года. И обязателен для изучения в 8, 9, 10 и 11 классах. 5, 6 и 7 классы по решению школы, за счет части учебного плана может быть как внеурочное занятие. Если основы безопасности жизнедеятельности в первую очередь готовила ребят к действиям в сердечных ситуациях различного характера, как защитить себя и своих близких, то основы безопасности и защиты Родины на первое место – это воспитание у подрастающего поколения готовности к защите Родины и воспитание базового уровня безопасности. Добавился модуль «Основы военных знаний». Если раньше были просто боевые традиции, ритуалы, что такое вооруженные силы, то сейчас погружаемся в устройство использования, применения. Дмитрий Шехов со сборкой и разборкой автомата справляется с легкостью. Эти навыки он приобрел, будучи участником юно-армейского движения. Введение нового предмета в общеобразовательный процесс Дмитрий одобряет, считая такие знания актуально важными. С учетом того, что ситуация сейчас в стране сложная, нужно понимать основы всего. Основы – как разобрать автомат, пистолет, медицины, как помочь просто человеку на улице. Полина Самутина также знакома с устройством автомата. Она и ее подруги-одноклассницы посещали кружок школы безопасности. Это в целом не очень сложно, а мне кажется, лишним не будет. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» включает в себя темы, которые современным детям интересны. Так, в частности, введена тема беспилотные летательные аппараты. В рамках даже этих уроков понятно, что ребята не научатся, не станут операторами, но получат представление о том, что такое беспилотники, как они классифицируются, для чего они нужны. В курс вводятся основы тактической медицины, именно первая помощь раненому. Приду лишь один простой пример. 22 марта 2024 года. Теракт в Крокусе. И вот масса людей погибла от того, что кровь не остановили. Если бы люди рядом, находящиеся в этот момент, могли остановить кровь, погибших было бы меньше. Если раньше урок ОБЖ в большинстве своем состоял из теорий, то новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» помимо теории включает и богатую практическую часть. И это то, что радует самих учеников, для которых возможность потрогать и испытать что-то самому – это всегда интересно. Так, какие еще здесь правила безопасности связаны с…